Сейчас, когда на карту поставлена будущее человечества, нет никакого смысла обсуждать мелкие, чаще всего незначительные проблемы человечества. Все, что ожидает вас, перевернет ваше представление о мире, о вечности, и все, что сейчас воспринимается вами как выдумки или эзотерическая болтовня, станет той реальностью, от осознания которой рухнут привычные представления о мире. Представьте себе, если вдруг вы сможете увидеть одновременно вчера, сегодня и завтра своего собственного «Я» и тех людей, с которыми вам суждено встретиться. Все мысли, все суждения будут вами прочитаны еще до того, как человек произнесет их. Мир откроется вам, исчезнут лукавства и обман, ибо все будут знать друг о друге все, начиная с подсознания. Скрыть мысли плохие и хорошие будет просто невозможно, и тогда общение людей перейдет на новую высоту, ведь слово или озвученная мысль потеряет всякий смысл. Новая высота, новый уровень эволюции откроет вам не только тонкий мир, но и уникальные способности человека-творца, человека, принявшего мир, его строение, создателя и себя в этом сложном, но в то же время прекрасном своей гармонии мире. Но путь вверх, к этим вершинам, предстоит очень сложный, и не всякий человек и не вдруг будет готов подняться до вершин эволюции, не прилагая при этом никаких усилий своего сознания. Поэтому все-таки последнее слово остается за человеком, ибо его выбор, его энергия определят его будущее, его взлет или падение. Я уже говорил, что все божественные силы следят за действиями людей, потому что пока мысли и мысли-образы их сокрыты для понимания другими людьми, и поэтому все ваши действия сегодня напоминают шатание, шараханье в темной комнате. Я и все иерархи света помогаем вам принять достойное решение, но выбор за вами, и от этого выбора зависит все, в том числе и проявление пророка, который должен будет объявить волю Создателя и принять на себя крест Мессии или поводыря человечества, передавая мои слова и формируя отношение людей к своему будущему. Повторяю, что спешу, сниму ваши долги передо мной, но в индивидуальном порядке, при нашей встрече, ибо есть необходимость анализа, предназначение человека и выбора им своей судьбы. Ваши шатания и броски по выбору своей второй половины как раз и характеризуют ваш низкий уровень нравственности и морали, ибо женщины для вас в большей степени есть самка для продолжения потомства, а не духовная часть вашего единого целого. Вам придется за очень короткий срок жизни, а практически за пятилетний период пройти обучение духовности экстерном, минуя подготовительный этап, ибо дверь в будущее открыта только для людей духовных, нашедших свой путь в вечности, осознавших этот путь и нашедших свою половину духовности. Я говорил, что мужчина — есть разум, есть энергия, в то время как женщина — есть эмоции, есть мир чувств, и соединение этих двух начал, двух знаков энергии создают ту неповторимую гармонию, что зовется истинной любовью. Для меня важнее, поверьте и для вас, любовь духовная, ибо она возвышает человека, как говорится, до небес, отодвигая все материальные или плоские интересы на второй план. Человек чистым мыслями, помыслами, есть гармоничный человек, который в женщине видит прежде всего духовного партнера, духовную половину, соединение с которой делает человека полным и, соответственно, естественной частью целого. Чтобы стать частью целого, человек должен стать гармоничным целым в духовном плане. Ведь, как я уже сказал, соединение энергий инь и ян, соединение мужского и женского начал на духовном уровне, есть основа поступательного эволюционного развития мира. Энергообмен вечности на планете Земля в плотном мире начинается с достижения гармонии двух начал на тонком уровне — мире. Я понимаю, что за пять оставшихся лет нет никакой возможности создать гармонию двух начал. Это посчастливилось лишь единицам, ибо большинство из вас подходили к выбору второй половины с определенных плотских позиций, откладывая духовную гармонию на потом. Но осознание мира, но осознание своего предназначения и бережное отношение к своему выбору может совершить чудо — чудо перевоплощения и достижения гармонии энергий инь и ян на тонком уровне. Когда я говорил вам о том, что помогу вам пройти квантовый переход, я имел в виду не только списание ваших кармических долгов, но и обеспечение гармонии энергий и достижения гармонии двух начал на духовном уровне. Это необходимо сделать потому, что новая шестая раса есть раса любви, гармонии, и без достижения этого состояния будет невозможно вам перейти на новый уровень эволюции, используя старые представления. Старыми представлениями я называю плотские бездуховные отношения между мужчиной и женщиной в материальном мире. Продолжение рода еще никогда не было критерием духовного роста человека, ибо размножение есть основной инстинкт животного мира, но не человека-творца. Я не призываю к разрушению социальных ячеек. Наоборот, я прошу вас взглянуть на своего партнера с духовной стороны, а я создам условия достижения вашей гармонии, ибо только с любовью в душе можно надеяться на прохождение испытаний квантового перехода. Что бы там ни говорили люди, но человек, испытавший и испытывающий чувство любви, есть человек, находящийся в состоянии гармонии не только со своим внутренним миром, со своим сознанием, но и с внешними тонкими мирами вечности. Такой человек обязательно достигнет, но с моей помощью, высот духовного развития, и за короткий срок перейдет на новый, более высокий уровень вибрации, приближаясь к уровню человека-творца. Повторяю вам, что ваше завтра в ваших руках, несмотря на помощь, которая оказывается вам сейчас божественными силами и будет продолжена до окончания квантового перехода. Выбор будущего в руках человечества, и те знания, которые я передаю, должны зажечь свет любви и гармонии в сердцах людей, ибо только в этом случае спасение людей придет, а тот, кого я выбрал, при принятии его вами, поведет вас в новый мир, в новую эпоху. Субтитры создавал DimaTorzok